Девушки отдыхают Девушки отдыхают Где-то за домиком бобра Вот Шарик с Матроскиным Обрадуются Теперь про Простоквашина во всех газетах Напечатают Нужно скорее спешить и рассказать все друзьям Шарик, ты балбес Шарик, ты балбес Ура! Дядя Фёдор приехал! Здравствуй, Шарик! Здравствуй, Матроскин! Как вы тут без меня? Да вот, дядя Фёдор Матроскин совсем с ума сошёл Птичку нашу всяким гадостям учит Каким ещё гадостям? А ты у него спроси Понимаешь, дядя Фёдор, я вот что подумал Зачем мне каждый день говорить Шарику, что он балбес? Не нужно ему такое говорить Вот я и подумал, пусть Хватайка ему это говорит Осталось только научить его разговаривать Ну что ты, Матроскин, Шарик у нас хороший А представь, что он тоже может Хватайку чему-то научить Приятно тебе будет? Да уж, об этом я не подумал Ой, я же о самом главном забыл сказать Когда я ехал в Простоквашино, я увидел, как в лесу возле деревни приземлилась летающая тарелка Ну и что? Это же всем известно Если бросить тарелку, она сначала полетит, а потом приземлится Не та тарелка, Шарик Настоящее НЛО называется Неопознанный летающий объект И, наверное, даже с инопланетянами Да, теперь про наше Простоквашино в газетах напишут Друзья, давайте сходим и поприветствуем инопланетный разум Только надо сделать транспарант с надписью Добро пожаловать в Простоквашино Пусть знает, что мы всегда рады гостям Да, а еще можно сфотографироваться с этим транспарантом на фоне летающей тарелки А фотографию потом в какой-нибудь журнал продать Решено! Я займусь изготовлением транспаранта А Троскин сделает на нем надпись А Шарик подготовит фоторужье А что такое этот транспарант? Это такая полоса ткани, которые натягивают между двумя палками А на ткани обычно пишут какие-нибудь лозунги Итак, я приступаю к изготовлению транспаранта Ждите меня здесь Для того, чтобы изготовить транспарант Нужны две деревянные рейки и кусок ткани Рейки, кажется, есть у нас в сарае Там, где Мурка с Габрюшей живут А ткань можно попросить в музее у дяди Толи За одну и поздороваюсь с ним Но сначала нужно взять рейки из сарая А вот и палки для транспаранта Здравствуйте, дядя Толя Здравствуй, дядя Фёдор Как у тебя дела? Давно приехал? Недавно Я к вам по делу По какому? Нет ли у вас случайно куска ткани? Мы с Шариком и Матроскиным хотим транспарант сделать Почему же нет? Есть, сколько угодно Я ведь тканью экспонаты накрываю, чтобы не пылились Когда музей не работает Есть как раз один ненужный кусок Можешь взять его Ну вот, теперь у меня есть ткань для транспаранта Можно идти домой Можно идти домой и отдать транспарант Матроскину Стоп! О прокраске-то мы забыли Чем же Матроскин рисовать-то будет? Пойду-ка я к профессору Сёмину Может быть, он сможет мне помочь Домой я всегда успею пойти Здравствуйте, профессор Силамин Здравствуй, дядя Фёдор А что это за подзорная труба у вас? Это не подзорная труба Это телескоп Он нужен для того, чтобы наблюдать за звёздами В телескопах можно увидеть даже днём А я сегодня видел летающую тарелку Да ну, где? Здесь! Неподалёку от деревни Я ехал к Шарику с Матроскиным И увидел, как за реку приземлилась летающая тарелка Тогда мы с Шариком и Матроскиным решили сделать транспарант с приветственной надписью И пойти встретить инопланетян по-простоквашински Если они, конечно, ещё не улетели Только у нас нет красок, чтобы надпись сделать Может быть, вы одолжите нам краски? Конечно, одолжу, дядь Фёдор И, может быть, пойду с вами к месту посадки инопланетного космического корабля Только сначала мне нужно закончить исследование звезды Не люблю бросать начатое дело, не закончив его Вот краски, держи Ну вот, теперь можно и надпись сделать Ну вот, Шарик, пришла твоя очередь заняться делом Пока Матроскин делает надпись на транспаранте Возьми-ка своё фоторужьё, то, которое тебе мои родители подарили Да плёнку к нему подготовь Хорошо, дядя Фёдор Я уже давно им не фотографировал Ещё зимой его на чердак забросил Нужно найти его там А вот что с плёнкой делать, закончилась она у меня А я тебе, Шарик, ещё когда в городе был, да к вам сюда собирался Фотоплёнку по почте отправил Сходи-ка на почту, да забери её у почтальона Печкина Думаю, она уже должна была дойти Но сначала фоторужьё достань Хорошо, дядя Фёдор Фоторужьё где-то на чердаке лежит Ура! Наконец-то я снова буду фотографировать Да уж, давненько мы тут не прибирались Попробуй тут найти фоторужьё в этом беспорядке Куда же я его положил-то, а? А вот и фоторужьё Я уж думал, и не найду его здесь Здравствуйте, товарищ Печкина! Здравствуй, Шарик! Говорят, к вам дядь Фёдор приехал Приехал и сказал, что отправлял мне посылку из города Дядя Печкин, вы не скажете мне, приходила она? Приходила, Шарик, только не до неё мне сейчас Понимаешь, горе у меня Сложил я письма в стоп, чтобы в сумку положить Да адресатом разнести А в это время ветер взял, да и разнёс всю стопку по деревне И как теперь письма найти? Ума не приложил А давайте я вам помогу вашу почту найти А вы отдадите мою посылку Как же ты найдёшь её, Шарик? Я уже, кажется, везде смотрел Нет её нигде А я понюху её найду Как только я буду к письму приближаться Мой нос мне подскажет, что письмо где-то рядом Да уж, непростая задачка Ну, ничего Как только я буду приближаться к месту, где лежит письмо Мой нос подскажет мне, что оно где-то близко А как только я его учую, оно само мне покажется А дальше останется только забрать его Вот, мой нос подсказывает, что письмо совсем близко Теперь, чтобы узнать, где оно, нужно нажать пробел. Вот оно! И как это дядя Печкин смог его проглядеть? Вот еще одно письмо. Теперь их у меня три. Нашел! Вот оно! Четвертое! Ура! Половину писем я уже собрал. А вот и шестое письмо. Вот еще одно письмо. Ну вот, еще два письма осталось. Фух, а я уж было думал, что не получится его найти. Ну что ж, осталось последнее письмо найти, и можно нести Печкину. Все, собрал все десять писем. Вот Печкин обрадуется. А я, наконец-то, получу свою посылку с фотопленкой. Вот, спасибо тебе, Шарик. Без тебя я б не управился. А вот и твоя посылка. Держи. Ну вот, теперь у меня есть фоторужье и фотопленка. Можно и домой возвращаться. Все, дядя Федор, теперь у меня есть и фоторужье, и пленка к нему. Ну что, Матроскин принес транспарант? Молодец, Матроскин! Ну что ж, раз у нас все готово, можно отправляться в путь. Я пойду вперед и буду показывать дорогу, а вы догоняйте. Там живет бабушка Пелагея, а мне в другую сторону. Здравствуй, дядя Федор. Здравствуй. Что с тобой, Бобр? Почему ты такой грустный? У меня закончилась зубная паста. Я не почистил на ночь зубы, и теперь они у меня болят. Скажи, а ты бы смог нам помочь? Хост совсем сломан, и по нему не перебраться. А нам, Шариком и Матроскиным, очень нужно на другой берег. Я бы с удовольствием помог тебе, дядя Федор. Но мои зубы... Они очень болят. Я не могу ими работать. Если бы я почистил зубы, мне бы стало намного легче. Хорошо, Бобр, я что-нибудь придумаю. А вот и мы. А в чем дело, дядь Федор? Почему мы не переходим на другую сторону реки? Ведь ты говорил, что НЛО приземлилось там. Мост стал совсем ветхий, а у бобра сейчас очень болят зубы, и он не может его починить. Матроскин, ты не мог бы сходить к бабушке Пелагеи и попросить у нее зубную пасту и щетку для бобра? Ну хорошо, я схожу. Конечно, не очень охота возвращаться, но что поделаешь. Если бобру плохо, мы должны ему помочь. Здравствуйте, бабушка Пелагея. Здравствуй, Матроскин. Я к вам с поручением от дяди Федора. У бобра очень зубы болят. Вот дяди Федор и послал меня к вам, чтобы я принес бобру, зубную пасту и щетку. Конечно, конечно, я дам тебе пасту со щеткой. Но, Матроскин, раз уж ты пришел, не откажи мне в услуги. Холодец мой совсем засорился, и воду стало трудно набирать. Еще и гидро в него упало, а я сама не могу его прочистить. Там на веревке висит крюк. Им нужно цеплять посторонние предметы. Как только зацепишь, вытаскивай их наверх. Хорошо? Хорошо, бабушка, я помогу вам. Субтитры сделал DimaTorzok Хм, какой странный металлический предмет. Я раньше таких не видел. Это он и засорил бабушке Пелагеи колодец. Возьму-ка я его с собой. Спасибо тебе, Матроскин, ты очень помог мне. А вот и зубная паста со щеткой. Ну вот, я и пасту со щеткой взял, и колодец. Вот, дядя Федор, я принес пасту со щеткой для бобра, а заодно и бабушке Пелагеи помог, колодец ей прочистил. Молодец, Матроскин. Спасибо тебе. А теперь давайте поскорее отдадим щетку с пастой бобру. Вот, спасибо вам, выручили. Теперь мне намного лучше. Сейчас я быстро мост починю. Вот оно что. Оказывается, летающая тарелка не просто приземлилась, она потерпела крушение. Друзья, мне кажется, мы должны им помочь. Дядя Федор, я, когда бабушке Пелагеи колодец исчистил, случайно выловил один металлический предмет. Уж больно он по форме напоминает мне форму этой пробоины в НЛО. Возьми-ка его, да попробуй. Вдруг он подойдет. Дядь Федор, ты можешь прочитать, что там написано? Могу, Шарик. Там написано, что эти инпланетяне потерпели крушение, что им срочно нужна наша помощь. Им нужен углекислый газ, трансформатор и молоко. С молоком-то все понятно. Но что такое трансформатор и углекислый газ? Трансформатор, Шарик, это такое устройство электрическое. Он им нужен, наверное, чтобы корабль смог взлететь. А углекислый газ, это такой же газ, как и кислород. Он получается, когда мы дышим. Вдыхаем мы кислород, а выдыхаем углекислый газ. А еще он получается, когда наш трактор-митер работает, но в гораздо большем количестве. Он у него из трубы в виде дыма выходит. А поскольку инопланетяне живут на другой планете, то и дышат они другим воздухом. Мы дышим кислородом, а не углекислым газом. Вот что, друзья, мы должны им помочь. Я придумаю, как добыть и принести углекислый газ. Ты, Матровкин, займись молоком. А ты, Шарик, отправляйся в музей и попроси у дяди Толи трансформатор. Я его у него в музее видят. Ну что ж, друзья, пойду я к нашему Мите углекислый газ добывать. Итак, мне нужно добыть углекислый газ для инопланетя. Думаю, стоит подойти к трактору Мите и попросить его немножко поработать. Вот дела. А Митя-то голодный совсем и работать не может. Нужно срочно его покормить. На кухне у Шарика и Матроскин были свежие котлеты. Митя их очень любит. Думаю, он им обрадуется. А вот и котлеты для нашего трактора Митя. Как раз те, которые он любит. Все, теперь когда Митя поел, углекислого газа будет сколько угодно. Вот только... Как его собрать? Эх, был бы у меня гигантский воздушный шар. Можно было бы надеть Митину трубу. Он бы быстро его наполнил. Придумал! На чердаке когда-то была старая надувная лодка. На нее я и наберу этого газа. Думаю, инопланетянам должно этого хватить. А вот и лодка. Кажется, она вполне целая и не должна пропускать, когда Митя наполнит ее газом. Теперь я надену лодку Митя на трубу и подожду, пока он ее наполнит углекислым газом. Готово! Можно нести лодку в лес. Готово! Девушки отдыхают Да уж, я бы никогда до такого не додумался А теперь ты, матроски, принеси, пожалуйста, молока Ты в этом больше нас шариком понимаешь Хорошо, это я мигом Ну вот я и дома Только вот беда Ведро-то я свое вчера тете Зине отложил А как же без ветра корову доить? Придется идти к тете Зине за ведром Здравствуйте, тетя Зина Я к вам за своим ведром Здравствуй, матроскин Что с вами? Вы чем-то испуганы? Да, матроскин Мой магазин Вон летели мухи, комары и еще какие-то жуки А я их так боюсь А ведро твое в магазине Не бойтесь, тетя Зина Я вместе с дядей Федором что-нибудь придумаю Нужно скорее спешить к дяди Федору И спросить у него, что можно сделать Ну что, матроскин принес молоко? Да какое там молоко? Дядя Федор, у тети Зины проблема К ней в магазин налетели мухи, комары и еще какие-то жуки А она их до смерти боится А еще там в магазине мое ведро А без ведра я не могу подоить корову Да, это проблема Но мы решим ее Может быть у инопланетян есть какое-нибудь средство от мух Ну, стоит у них об этом спросить Простите, уважаемые пришельцы Нет ли у вас случайно какого-нибудь средства от мух и комаров? Ну вот, дядь Федор Теперь я со всеми мухами в магазине тети Зины смогу справиться Ну что же, вперед к тети Зине Тетя Зина, открывайте свой магазин Буду с вашими мухами воевать Ух ты, какое интересное устройство Вот это инопланетяне молодцы Эта штука мух не убивает А помещает в специальную баночку Чтобы можно было их потом на свободу выпустить Какой ты матроскин молодец И что бы я без тебя делала А вот и ведро твое Большое тебе спасибо Да что вы, тетя Зина Это было совсем нетрудно Тем более с таким замечательным устройством Вот оно, мое ведро Теперь-то я смогу спокойно мою мурку подоить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот Теперь у меня полное ведро молока Можно с чувством выполненного долга Назад возвращаться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, дядя Федор, я набрал целое ведро молока Молодец, матроскин Лучше тебя с этим никто бы не справился А теперь ты, Шарик, вступай к дяде Толе в музей И попроси у него старый трансформатор Тот, который у него в музее стоит А если он не даст? А ты расскажи ему, зачем он нужен Я думаю, для такого дела Он с радостью согласится отдать его Здравствуйте, дядя Толя Здравствуй, Шарик Говорище пожаловал Я к вам, как бы это сказать, по делу Понимаете, дядя Толя, мне, то есть нам, нужен В общем, не могли бы вы дать нам трансформатор из вашего музея? Хм, Шарик, озадачил ты меня Видишь ли, этот трансформатор Первый трансформатор в деревне Простоквашино Поэтому он и занесен в музей, как экспонат Ну, дядя Толя, поймите, нам очень нужно Тогда, может быть, ты объяснишь, зачем он тебе? Понимаете, в лесу за домиком бобра потерпела крушение летающая тарелка Самоделищная Так вот, инопланетянам нужен ваш трансформатор Иначе они никогда не смогут взлететь и не попадут домой Ах, вот в чем дело Что ж ты сразу не сказал? Тогда, конечно, бери его Для такого дела не жалко даже самого ценного экспоната Спасибо вам, дядя Толя Ну что ты, Шарик, не за что Бери его скорее и спеши на помощь Субтитры сделал DimaTorzok Вот, дядя Федор Дядя Толя дал нам трансформатор Ну что ж, друзья Мы достали все, о чем просили нас пришельцы И давайте теперь все это им отдадим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам за помощь, Сибиряне ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok